Друзья, привет всем из Санторини. Это не влог. Влог тоже на моем канале выйдет. Я вот прилечу, смонтирую. А сегодня будет полезное видео о путешествиях, так что обязательно досмотрите его до конца. Я хотел бы с вами обсудить, насколько сильно путешествие влияет на человека. Я вот у себя в телеграм-канале наткнулся на одну очень интересную статью. Кстати, кто не подписан на мой мотивационный телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Там много очень интересных и полезных мотивационных статей. Ссылку оставлю в описании. Ну что, погнали. Большое количество людей жалуются на усталость, плохой сон, нервные напряжения, стрессы, депрессию, вечерний отдых, полноценный сон, встречи с родственниками и друзьями. Все это перестает заряжать энергией и не дает ощущения бодрости и счастья. Люди, постоянно путешествующие, чувствуют себя более счастливыми, знающими, уверенными в себе и более спокойны и выдержаны. Итак, путешествия, ребята, развивают в человеке следующие положительные качества. Итак, первое, способность быстро приспосабливаться к новым путям и обстоятельствам. Второе, умение находить выход из самых нестандартных ситуаций. Вот, что вам дают путешествия. Третье, меньше подтверждены страхом. Люди, которые путешествуют, они много видят. Это все сказывается на вашем бизнесе, на вашем финансовом состоянии. Вот, что дают людям путешествия. Просто моя мама до сих пор меня не понимает. Говорит, вот, ты много тратишь денег на путешествия. Это тупо. Лучше бы ты там отложил эти деньги. Я знаю, что моя мама сейчас смотрит это видео. Путешествия – это инвестиции в себя. Чем больше человек путешествует, тем глобальнее он мыслит. Пятое, богатый навык общения, в том числе и с представителями экзотических и национальных культур. То есть, если вы у себя в маленьком городе, вы общаетесь только с людьми, да, которых вы хорошо знаете, и вы не растете. Если вы путешествуете, вы встречаете разные национальности, вы учитесь у этих людей, вы смотрите, как ведут себя эти люди. Вот в чем сила путешествий. И не обязательно путешествовать, да, за границу. Начните хотя бы с похода в лес. Просто если вы хоть немного смените обстановку, если вы хоть немного смените окружающую среду, это уже будет влиять на ваш мозг, потому что ваш мозг видит все привычное, ваш мозг находится в привычной среде, в привычных проблемах, и вы просто перегораете. Вот зачем нужны путешествия. Итак, шестое. Развита толерантность к представителям различных меньшинств национальных, религиозных, сексуальных. Вы сами это можете замечать, да, как реагируют люди, которые живут в маленьких городах, как они реагируют на афроамериканцев, как они реагируют на гомосексуалистов, да, они с такой ненавистью. Они этого не видели. Для них это дико. Вот если человек очень сильно от них отличается, если человек вообще на них не похож, это очень сильно их бесит и раздражает. Седьмое. Такие люди лишены ксенофобии. Это страх перед чем-то чужим, не вкладывающиеся, казалось бы, в традиционное понимание и потому считающимся опасным и враждебным. Только что я об этом говорил, да. А с психологической точки зрения регулярные путешествия способствуют эмоциональной разрядке, получению жизненной энергии, ощущению полноты жизни, ощущению счастья, подпитке новыми впечатлениями и эмоциями, повышению качества жизни и удовлетворенность ею, расширению кругозора и обогащению внутреннего мира, укреплению личностных качеств, физического и психологического здоровья, снижению уровня риска депрессий, инсультов и инфарктов, снижению уровня панических атак, внутренних страхов, депрессивных состояний, различных фобий, развитию навыков разговорной речи. Вот чему способствует путешествие. Люди смотрят на меня, видят, как я меняюсь. Я начал путешествовать, я начал видеть мир, я начал видеть непривычную для себя среду, непривычную обстановку и я начал расти. Если вы сидите все время на одном месте, вы деградируете, вы в себе закрываетесь, вы вечно находитесь в своих четырех стенах, вы видите одних и тех же людей, вы ходите на одну и ту же работу и вы склонны ко всякой херне, ко всякой херне негативной, ко всякой депрессии. Вот почему люди страдают, они закрываются в себе, они смотрят фильмы, а путешествия укрепляют ваше эмоциональное здоровье. Также здесь пишется, что дети, путешествующие с раннего возраста, более открыты, у них меньше комплексов, они общительнее, больше знают и охотно делятся своими знаниями со сверстниками. А если ребенок все время сидит в четырех стенах, ни с кем не общается, у него появляются комплексы, он становится неуверенным в себе. Я, ребята, таким же был, я таким же был, пока не начал жить сам, пока не начал жить в столице, пока не захотел кардинально изменить свою жизнь. Есть такая крутая цитата Джима Рона. Образование поможет вам выжить, а самообразование приведет вас к успеху. Школьное образование и образование в универе вам ничего не даст. Это просто образование для того, чтобы устроиться на работу, чтобы выживать. Если вы будете развиваться, самообразование поможет вам достичь нереальных высот. Вы должны развиваться и учиться сами. Вам должно это нравиться, если вы хотите добиться успеха. Также путешествия влияют на физическое состояние, потому что если человек бывает в разных странах, в разных климатических зонах, он становится более выносливее, понимаете? Так что, друзья, мама, если я путешествую, я инвестирую в себя, я от этого заряжаюсь. Я вижу всю эту красоту, я вижу эти масштабы, я вижу, как живут люди. Я смотрю на европейцев, на американцев, на представителей азиатских стран. Я учусь у них. Меня это вдохновляет. Я могу тратить на это большие деньги. Но в будущем это принесет мне еще больше денег. Так что еще раз, я инвестирую в себя. Дорогие часы – это инвестиция в мою мотивацию. Путешествия – это инвестиция в мою энергию. Вот почему я заряжен, вот почему я вечно на таком подрыве. А люди, которые сидят все время дома, они вечно в подавленном состоянии. Они смотрят всякую херню, всякие там детективы, триллеры, всякие сериалы. Потому что они находят в этом удовольствие и страдают, страдают, страдают. Мне этого не нужно. Я хочу наслаждаться этой жизнью. Я зарабатываю деньги, чтобы наслаждаться. Чтобы кайфовать. Чтобы быть счастливым и нести пользу другим. Чтобы служить людям. Вот моя философия. Вот в этом смысл жизни для меня. Ну что, друзья. Я надеюсь, это видео было полезным, вдохновляющим, мотивационным. А у меня только на канале такие видео. Подписывайтесь ко мне на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь ко мне в инстаграм. Там тоже много мотиваций и много еще денежных розыгрышей. Ну что, друзья. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. И поставьте лайк своей жизни. Полюбите жизнь. И тогда она полюбит вас. Всех целую и обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok